Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ и Телеканал КРТ и Телеканал КРТ. Телеканал КРТ и Телеканал КРТ и Телеканал КРТ. Телеканал КРТ и Телеканал Крт и Телеканал КРТ. Ну, смотрите, слежка уже есть, уже зафиксирована. То есть вы по коственным признакам уже понимаете, что происходит? Да, конечно. После 2016 года я прошел три года определенных учений, когда за тобой следят, когда идет уголовное преследование, за инакомышление, так сказать, уже понятно, что если за тобой следят, если берут твои персональные данные с, так сказать, источников, которые берутся только в рамках какого-либо уголовного дела, то есть по закону, либо по решению суда и так далее. То есть уже есть какие-то признаки, которые я не могу. Это озвучить пока в прямом эфире, пока не будет прямого доказательства. Ну, я подал заявление в ДБР, что идет слежка, что прошу разобраться, на каком основании, то есть с чем это связано и кто это следит. Мне почему-то кажется, и, кстати, многим гражданам Украины тоже, что все-таки семью Зеленского взяли в заложники, его самого там поставили под жесткие условия, что если он не будет выполнять задачи из-за границы, тогда, собственно, будет печальная история. Не кажется ли вам, что все-таки вот эта точка зрения, она имеет место быть и подкреплена реальной вот неспособностью государственной охраны, оказать именно в формате безопасности первым лицам государства? Владимир Александрович до того, как стал президентом Украины, он же был абсолютно симпатичен. Большинство аудитории людей, все его принимали очень позитивно. Когда он говорил про посадки весной, которые должны были начаться, но что-то уже вторая весна пришла, и мы ничего не видим. Ну, давайте, говорят, Бог любит Троицу, может быть, на третью весну он имел в виду. Он же не сказал... Конкретно на какую? На какую весну, да. Он же не сказал это, он не говорил. Это первое. И второе. Президент же не садит на самом деле. Президента другие задачи. И сегодня, честно говоря, ему тоже не очень, так сказать, и позавидуешь, в какое время он стал президентом страны. Ну, на самом деле. И то, что у него есть, так сказать, люди, которые ему что-либо рекомендуют, может быть, даже не в пользу страны, это, ну, может быть, очевидно, что нездраво продавать то, что сегодня нельзя это делать. То есть сегодня вот мы видим эти пожары, мы видим эти карантины, мы видим, это, так сказать, Украину строгого режима, я бы так сказал. Знаете, когда всех позагоняли домой, надели маски, то есть это добровольно всех вот осудили. А виноват в этом только Зеленский. Нет, он не виноват. Есть целая система, которая вот с этим работает. А обвинят, естественно, президента. То есть тут надо чуть шире смотреть комплекс. Кто ему рекомендует, кто рядом с ним, кто, так сказать, отвечает за его безопасность в том числе. Потому что когда человек в безопасности, он и принимает адекватные, так сказать, решения в рамках благополучия целой страны. А если он чувствует какую-то неуверенность, он уже будет, так сказать, иметь право люфта и шатания. Если я выберу так, то будет, может быть, мне будет хуже или кому-то из моих будет хуже. То есть мы же не знаем, кого взяли в заложниках, тем я веду, в кавычках. Бизнес или там, или еще что-нибудь. В общем, какие рычаги нашли или не нашли. То есть какие, да. Если вы помните, был старый фильм про электроника, где все время босс мафии орал, урик, где у него кнопка. Мы же не знаем, какую кнопку взяли в заложниках. Хорошо.